Всем привет! Хочу показать вам петунию, которую я пикировала в фазе двух семидолей, которая была совсем-совсем крошечная, некоторые даже боялись, что она не выживет. Вот смотрите, как сейчас она выглядит. Видите, было две семидольки, сейчас у них уже 4 листика, то есть две семидоли, а два листика появились уже здесь после пикировки на постоянном месте. Так что, это вот как раз та петуния, которую кошка перевернула, кот, так что в фазе двух семидолей вполне реально распикировать и сохранить. Стоит у меня под лампой, многие интересовались, как поливать такие крошечки. Ну вот смотрите, я эту кассету, видели, обрезала, специально поставила в поддон в лоток. Это очень ускоряет процесс поливать. Я туда наливаю стакан воды, они впитывают и все, не надо поверху. Но раньше, когда у меня кассета была большая, я, конечно, поливала поверху. Поливают, можно чайной ложечкой поливать, можно из резиновой игрушки, можно просто вот поилочкой, которая у меня от чистящего, моющего средства бутылка, я поливаю и так. Конечно, поливать нужно первые дни осторожно, но вот такие сеянцы я уже не боюсь поливать. Я прям лью, ну, как так уже. Они уже у меня считаются не груднички, это уже такие более взрослые. И вот когда произошла эта трагедия, когда кот перевернул, я, конечно, думала то ли снова начинать посев, то ли эти распикировать. И хорошо, что распикировала, потому что тот посев, который вновь начинаешь, там опять начинаются они крошечные, надо парниковый эффект. Сейчас они у меня уже стоят или под лампой, или вот сегодня вместе с томатами на солнце выставила. Вот в таком возрасте уже можно за ними не трястись. Главное, чтобы они не пересыхали. Все. Кто-то тут у меня просил показать кошечку. Сейчас я покажу вам кошечку, потому что когда кошечка перевернула, там были гневные высказывания, что ее надо на котлеты. Я сказала, что она на котлеты не пойдет, слишком страшная. Сейчас покажу вам, какие бывают кошечки домашние. Сразу прошу, у тех, у кого слабые нервы, или у кого там здоровье не позволяет такие ужасы смотреть, выключайте. Вот как растения закончились, сразу выключайте. Потому что один раз увидев эту кошку, вы долго не забудете, она вам будет сниться во сне. Дело в том, что это очень задиристый кот. Он выходит на улицы, задирает всех других котов, дерется со всеми котами. У него и ухо оторвано было, и голова в трех местах уже пробита, там лысые места, и глаз ему разрывали, выворачивался. Не смотрите, ради бога. Я покажу, у меня одна зрительница очень хочет посмотреть этого ужасного кота Франкенштейна, но я сразу говорю, что лишний раз его не надо смотреть. Мы его истираем, и ухаживаем за ним. Но сейчас Марк, понимаете, у него гон, он вот 3-4 дня, его нет дома, приходит черный весь побитый, обмажем ему зеленкой ранки, все посидит, один день опять исчезает, приходит в таком же виде. Все, до свидания, дальше видео страшного кота. Что за красавец тут у нас пришел, такой красивый котик. Ужас летящий в ночи. Да, Персик, ты у нас самый красивый котик. Чего тут у тебя, опять тебя били. О, красота, все уши пооборвали. Носему котику. Зачем ты мою петунию свалил? Таких красивых котов я еще не видела. Но есть же кошки-красавицы. Красота. 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 Красота.